Насчет Навального, могу сказать, ни я, ни большинство наших жителей нашей страны не знают, кто он такой и откуда он появился, но, значит, предложим, появился чужой человек, сразу вешать на него всех чертей тоже неправильно, я читал, что он закончил, между прочим, Ельцкий университет, это не просто, как ни мальчик с улицы, а потом я читал, вот этот самый адвокат наш, который был сперва толстым, потом похудел, как его, забыл фамилию, он сказал, вина Навального вот по лесу не доказана, вина, там есть обвинение, но подозрение, не доказана вина, и пять лет давать, да хоть двадцать пять, не доказана вина его, докажите, он ничего не украл, например, если мы все, вот пять человек, значит, везут какую-то дорогую вещь и вдруг эту вещь украли, значит, либо сажать всех пять человек, либо всех пять человек отпустить, понимаешь, это мы везем, а если лес, на воду, а если мы захотим вдруг с вами кого-то наказать, мы сейчас по Байкалу можем найти миллион человек, которые виноваты в загрязнении Байкала, и любого из них посадить, и доказать нетрудно, любой сейчас гидролог там, или из охраны природы, да, вот это вот предприятие, а их там тысячу этих предприятий, которые сливают туда отходы древесного производства, того, что является ядом, да, не знаю, лес, если его не вырубать, он сгниет на корню, любой лесник вам скажет, что вот, они даже рисуют на деревьях, это дерево надо срубать, это дерево надо срубать, пока оно не превратилось в труху, его можно срубить и продать, да. Здесь нужно разбираться, значит, по каждому делу отдельно, и вина этого Навального не доказана, я просто не понимаю, почему он вдруг решил баллотироваться, это видимо, ему помогают товарищи, откуда у него деньги, неизвестно, на компанию, он, безусловно, не глупый человек, но человек ниоткуда, понимаешь, без рекомендаций, всегда внушает подозрение, значит, человек, вот вдруг пришел, понимаешь, вспомни, сколько лет мы присматривались к Путину, потому что он пришел ниоткуда, никто о нем не знал, первый, второй год, теперь мы уже привыкли, он уже, как говорится, наш родной, пусть сидит на этом месте до конца жизни, он наш, мы его привыкли, мы знаем его все эти слабости, все его достоинства, мы к нему привыкли, а тут вдруг ниоткуда появился человек и хочет руководить Москвой, да пошел ты это, у нас есть, мы Лужкова полюбили, теперь мы стараемся полюбить Собянина, да, а ты кто такой, откуда, понимаешь, народ говорит, да, пожалуйста, но только мы его не знаем.